Открытая студия Сергей Константинович В ВКонтакте, когда вы можете в любой момент дозвониться до нас или написать, если у вас возникнет вопрос к нашему спикеру или свой комментарий на вскоре обозначенную тему. Телефон студии 994545 для ваших звонков, ну а вайбер, ватсап и телеграм привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006. Пообщаемся мы сегодня об участии Центра развития экспорта в международных выставках. Ну, давайте для начала по верхам. Специально за эфиром Сергей Константинович подсчитали примерно, о каких сроках мы говорим с момента открытия Центра. У нас выходит чуть меньше полугода, но даже в прошлом эфире, пару месяцев назад он у нас с вами был, мы уже отмечали о серьезных успехах, о различных направлениях, которые в работе Центра задействованы, и о, скажем так, расширении ветви влияния, возможностях, которые открыты для наших предпринимателей. Для начала хотелось бы поинтересоваться вот сейчас, на момент времени, как обстоят успехи. Слушайте, ну, наверное, уже полгода есть момент работы нашей... Чуть больше полугода. Мы заключили свои контракты экспортные, но, в принципе, это достойный результат, и это похвала нашей команде, за это и отдельное спасибо. Безусловно. А на 2020 год планы уже наполеоновские? Планы есть, пока не буду их раскрывать, но не меньше того, что есть в этом году. Ну, я думаю, что это здоровая доля суеверия для любого предпринимателя, человека, который строит, скажем так, далеко идущие планы. Сегодня вот такой факт предоставил нам лид выпускающего редактора. В этом году прошло уже более пяти международных выставок. Это верно? Да, выставок прошло около пяти. Точно сказать, что четыре состоялось, да, то есть одна еще находится в процессе ожидания, там, по определенной причине, наверное, чуть позже об этом скажем. Чему они были посвящены, где проходили? Ну, наверное, стоит начать с того, что, да, что такое Мурманская область, да, в умах россиян, и не только, да, это северное сияние, да, и рыба. Поэтому мы, стартовав, традиционно выбрали вот эти направления, да, для нашего региона. Это экспорт рыбы, да, и туризм так называемый. Ввиду того, что с момента начала работы по графику выставок у нас первые выставки были связаны именно с рыбной, да, как бы промышленностью, рыбопереработкой. Поэтому основные выставки упор мы сделали именно на рыбопереработку, рыбодобычу. Выезжали мы за рубеж, да, как бы, то есть мы были и в Брюсселе, где проходила крупнейшая евровыставка, посвященная рыбному бизнесу. Мы были и в России, где проходила международная рыбопромышленная выставка и форум в Санкт-Петербурге в июле. Буквально на прошлой неделе мы вернулись из Циндао в Китае, да, где проходила тоже крупнейшая в азиатском регионе выставка рыбопромышленная. Ну, если говорить еще о несвязанном секторе, мы участвовали в выставке, связанной с судостроением. Она проходила в Санкт-Петербурге, у нас там представлялась одна компания. Не знаю, для кого-то может это удивление вызовет, некое там очарование, но у нас есть компании в регионе, которые тоже строят суда. Ну, и также мы участвовали в крупнейшей в России продовольственной выставке «Экспофуд», которая проходила в Москве в конце сентября. Что любопытно, если брать сначала вашего спича, я был практически уверен, что акцент будет все-таки на туризм. Потому что я помню, как мы завершали прошлую беседу, определили очень приятные моменты, связанные с развитием Мурманской области в последние несколько лет, о том, что туризм выходит на новую ступеньку. Я даже помню, что мы отметили перечень, такой эдакий список стран, которые заинтересовались, чей взгляд, скажем так, по Мурманской области, среди которых у нас были даже представители других континентов. Какие-то наметки были на Соединенные Штаты Америки, и я почему-то был уверен, что вы начнете именно с этого. Вот что, во главу всего был туризм, а нет, все-таки рыбная промышленность. Вы знаете, какая ситуация? Дело в том, что мы не с начала года работаем, у нас есть еще другая инфраструктура поддержки, которая поддерживает, в том числе и туризм. Центр кластерного развития, у них уже были анонсированы выставки, связанные с туризмом, поэтому для того, чтобы перекрестные не вести работу, мы поделились. У нас работа по туризму связана непосредственно с бизнес-миссиями, в том числе и реверсными. Мы, опять же, неделю назад провели выезд в Турцию, где мы с нашими туроператорами подписались турецкими компаниями соглашение о сотрудничестве, наметили встречи с немецкими компаниями, которые ориентировочно в декабре у нас пройдут, они уже приедут к нам в регион, посмотрим. Более того, у нас на следующей неделе состоится выезд наших туроператоров в Китай, если я не ошибаюсь, провинция Куньчинь, Цуньминь, да, как бы, то есть мы там... Очень говорящие названия для каждого нашего слушателя. А самое интересное, у нас завтра состоится большое мероприятие, оно называется «Конференция горизонта Арктики», куда приедут представители из Индии, из Юго-Восточной Азии, включая Китай, Сингапур и другие страны. Скажите, а нам, скажем так, обыкновенному обывателю, не связанному с туризмом, связанному только раз, кому-то везет и два в году, с ним в качестве клиента, стоит ли чего-то конкретного ожидать, ну, гипотетически, от подобных интересных коллабораций, от этих выставок, от связей, от представителей, которые приезжают. Ну, то есть, грубо говоря, если мы говорим о Турции, понятное представление какое, что можно выбраться, кому-то повезет на горячих путев, кто-то заранее себя приобретет. Могут ли для нас, для жителей города и области, расшириться горизонты путешествий? Смотрите, мы, как Центр поддержки экспорта, занимаемся развитием въездного туризма, то есть, иностранцы посещают нашу область, поэтому вот это наша зона ответственности. То, что касается развития выездного туризма, как простых обывателей, нас, мурманчан, конечно, это очень сильно беспокоит. Здесь мы тоже ведем работу, но она не связана с деятельностью центра, мы просто подводим контакты, это уже работа Центра кластерного развития, и вот здесь вот они ведут, на мой взгляд, масштабную работу по развитию выездного туризма. Мы укрепляем связи не только с нашей дружественной Турцией, да, не секрет, кстати, Аланья побратим города Мурманска, и поэтому очень отрадно было побывать на турецкой земле. И другие страны мы развиваем. Я думаю, что в ближайшее время отдых мурманчан разнообразится не только летним выездным, но и зимним выездным отдыхом. Мы это тоже проговаривали в рамках нашей поездки в Турцию. Скорее всего, появятся прямые чартерные сообщения, но пока что это только наработки, чтобы не очаровать раньше времени. Ну, в любом случае, даже если такую микро-галочку на порядок фантазии поставить, это уже приятно. Потому что прямые направления, то, чего частенько, скажем так, нам не достает. Вы были на каждой из этих выставок самостоятельно? Не везде удалось поприсутствовать, потому что не так много народу работает в центре, а мы обязаны сопровождать все мероприятия, которые проходят за рубежом, поэтому некоторые мероприятия проходят параллельно, и мы разделяем обязанности. Я присутствовал в Брюсселе, да, у нас там прекрасный стенд был коллективный, где наши компании участвовали. Нас посетил постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе. Мы рассказывали о достоинствах российской рыбы, в частности, северной рыбы. Я был на международной выставке, которая проходила в Санкт-Петербурге. И также... Удалось ли посетить Китай? Китай, к сожалению, пока в рамках выставочной деятельности не удалось посетить. Его посещали наши сотрудники центра, они сопровождали нашу делегацию, бизнес-делегацию, которая приехала буквально на выходных оттуда. Скажите, вот, скажем так, выступая в роли негласного аналитика со стороны, наблюдая за ходом всех на процессе этих выставок, сложилось ли впечатление о том, что Мурманск все еще предстает темной лошадкой или уже серым кардиналом, на которого все-таки обращают внимание. И я к чему это спрошу? Мы немногие привыкли мыслить большими масштабами. И когда мы говорим о нашем городе, несмотря на то, что сеть его взаимодействий, если ее можно так назвать, прилично расширяется с каждым разумом, благодаря в том числе, естественно, центру поддержки и экспорта, все равно мышление не такое масштабное, каким, возможно, должно бы было быть. Если мы говорим о городе или области, представление о том, что оно маленькое, уютное и иногда тепленькое, за что большое спасибо службам некоторым и некоторым категорическое нет. Это я сейчас обращаюсь к тем, кто отапливает лично мой подъезд. Но все же, в любом случае, если... И такое представление, вы говорите, стенд у нас там стоял такой симпатичный, и мне сразу представляется, что какое-то огромное, условно-футуристическое мероприятие с невероятным количеством компаний, именитые бренды, и где-то небольшой такой маленький мурманский стенд. Здравствуйте, мы область, находимся на краю России. Вы знаете, вот даже если брать конкретно одну из выставок, которая проходила в Брюсселе в мае, да, понятно, что там порядка 150 стран-участниц, порядка 2000 экспортеров, присутствует, да, на всей площади размещения выставки. Наш стенд, ну, чтобы вы понимали, мурманская рыба – это практически мировой бренд, да, и по моим личным ощущениям, не менее 50 участников перманентно стояли к нам в очередь для того, чтобы пообщаться с нашими рыбаками. Это очень отрадно, и еще раз повторю, что наш стенд посетил посол России при Евросоюзе, это значит оценка и качество продукции, которые мы представляем, и работы непосредственно по продвижению региона на экспорт. Если мы говорим конкретно о роли Центра поддержки экспорта, опять же, извините, извиняюсь сейчас перед нашими радиослушательными телезрителями, очень много у меня отсылок, это как смотреть сериал, начиная со второго сезона, не все становится ясно, но так проще поддержать диалог, потому как я считаю, что обсуждение Центра поддержки экспорта – это такой цельный продукт, пускай у нас с врезками Сергеем Константиновичем получается раз в несколько месяцев говорить. Вы рассказывали в общем и целом механику действия, но чтобы сейчас было понятно, конкретно роль, которую выполнял Центр поддержки, вы сопровождаете каждую компанию на выставку? Ну, смотрите, давайте начнем с самого начала. Принять участие в выставке можно двумя путями, да, как бы, то есть мы, имеется в виду, при взаимодействии с Центром, во-первых, путь мы анонсируем те выставки, которые интересны у нас в плане, стоят на текущий год и на год следующий. Это один момент, можно посмотреть, подать заявку, мы проверим, попадает ли предприятие под критерии малого и среднего предпринимательства. Если это крупное предприятие, мы делаем отсылку на Федерацию, в российский экспортный центр, где он участвует в выставках. И есть второй путь, если компания приходит самостоятельно и говорит о том, что я хочу принять участие в какой-то конкретной выставке, мы смотрим, есть ли у нас бюджет, есть ли возможности, насколько интересно региону, да, как бы, продвигать этот продукт, как бренд, как продукцию, да, как бы, за рубеж. Вот, после этого, естественно, мы заключаем с компаниями, если это коллективный стенд или компания, если это индивидуальный стенд, соглашение о том, что они участвуют в выставке. Мы начинаем работу по формированию застройки стенда, по формированию маркетинговых материалов, презентационных материалов. Все это мы берем на себя. Если мы находимся за рубежом, то мы полностью застраиваем стенг, обеспечиваем привоз продукции, в том числе от участников выставки, необходимо только добраться своими силами. Ну, в любом случае, это не гражданские служащие, да, поэтому они берут на себя расходы, только связанные с собственной транспортировкой до места проведения выставки. И все. Что касается трудностей перевода, я так понимаю, что... Мы обеспечиваем переводчиками, наши сотрудники англоговорящие, да, вот. Единственное, что, конечно, вот последняя выставка, которая проходила в Китае, показала, что непосредственно китайские коллеги, да, они не все знают иностранный язык, поэтому были трудности, связанные с тем, что кто-то задал на китайском языке вопросы, да. Но нам повезло. Один из участников нашего коллективного стенда имел возможность пользоваться китайским переводчиком по личной инициативе, поэтому тут никаких проблем и барьеров не возникло. А получается, выставка, которая прошла в Китае, из всех, которые вы сейчас перечисляли, она является, видимо, самым масштабной? Для азиатского региона, да, скорее всего, именно по рыбной промышленности является самой масштабной. Вот в прошлом году я видел ролики, уже постфактум, да, там посетило наше первое лицо государства. Как правило, на эту выставку приходит министр рыбной промышленности Китайской Народной Республики. Естественно, участвует наше федеральное агентство по росрыболовству. Ну и довольно большое предстоятельное количество с различных стран. Еще раз повторюсь, как минимум это 150-200 стран участвуют в выставке со всех континентов, да, как бы можно увидеть различные контингенты. Прежде чем мы чуть подробнее о ней поговорим, я буду вынужден нашу беседу прервать ненадолго, так как буквально через несколько мгновений у нас запустится рекламный ролик. Дорогие друзья, рекомендую всячески не переключать телеканалы FM Волну. Через полторы минуты по завершению рекламы мы с удовольствием вернемся к нашей беседе. Продолжает свое вещание открытая студия, совместный проект радиорепорта телеканала Арктик ТВ. Меня зовут Николай Дукмас, в гостях у нас Плисов Сергей Константинович, генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области. Сегодня мы общаемся об участии Центра развития экспорта в международных выставках и, как я и предполагал, времени у нас на беседу становится все меньше, вопросов все больше. Сразу же из хода, наверное, в последний раз, чтобы не пожирать эфирного времени на эту стороннюю информацию, я напомню вам наши контактные данные. 99-45-45, номер телефона для ваших звонков, прямой эфир. Если нет возможности позвонить, но есть желание написать, задать вопрос или прокомментировать тему, тогда записывайте номер плюс 7, 921-708-2006. Именно к нему привязаны Лайбер, Ватсап и Телеграм, наши электронные мессенджеры. Остановились мы на China Fisheries and Seafood Expo 2019, большой выставке, которая проходила совсем недавно, и наши компании из Мурманска, Мурманской области также на ней были представлены. Это, я насколько понимаю, как вы, точнее, уже сами описали, одна из очень крупных выставок, и безумно приятно, что наша область успела там засветиться. Много ли было участников именно из нашего региона? А, из нашего региона лично мы, кого вывозили, было 6 компаний. Ну, традиционно есть компании, которые участвуют без нашей поддержки, это крупные рыбопромышленные группы, да, такие как Нареба и иные, да, как бы мы, к сожалению, не можем им оказывать поддержку, да, в принципе, они не нуждаются. Нам нужно вводить тот малый и средний бизнес, да, как бы показывать его миру, подсвечивать и дать возможность также развиваться. Если говорить предметно, ну, такие интересные компании были, как Белокамен, Кадалоса, Персей. Были компании, которые не только рыбопродукции, но и морепродукции. Мы традиционно в последнее время возим наших ежиков морских, да, у нас компания Баренц Фишарт приезжала, которая производит продукцию из морских ежей, непосредственно ежей производит, да, как бы, ну, добывает. Была компания Рыбный Берег, она тоже занимается переработкой ежей, точнее, икры ежей. Ну, народу очень много на выставке, всегда работа на выставке сопряжена с неким стрессом, да, потому что, да, как бы, то есть это и иностранцы, да, это разница культур, менталитетов, вопросы, а как едят, а что едят. Скажите, а по продолжительности это долгая выставка? Как правило, выставка длится три дня, и если говорить о структуре выставки, первый день, естественно, это презентационный, его, как правило, не так много народу посещает, основной упор идет на второй день, просто поток сумасшедший подходит, интересуется, мы уже заранее готовим площадки для так называемых переговоров, у нас есть не место непосредственно, некоторые компании сами по собственной инициативе ведут проработку контактов и уже на выставке встречаются, подписывают какие-то соглашения, меморандумы о сотрудничестве. А если говорить о том, чем интересна эта выставка, ну, вот европейский рынок, да, ему больше интересно переработана наша рыбопродукция, мы туда везем филе, мы туда довезем различные производные рыбопродукции, то китайские и восточные направления все-таки сырье, да, как бы, потому что азиатский рынок готов сам ее перерабатывать, да, но есть, конечно, вводные требования, туда нужно ехать уже с большими объемами, объемами, то, что касается азиатского рынка, да, компании, которые там добывают в районе 500 тонн, они, ну, вряд ли смогут как-то заинтересовать наших азиатских партнеров. Ну, с двумя сумками ежей в Азию не поплывешь, не поедешь, это понятно, конечно. Да, ну, насколько я обладаю информацией, еще некоторые коллеги отдыхают после, да, длительного перелета, имеются в виду те, кто принимал участие из бизнеса. С теми, кем удалось пообщаться, да, уже есть договоренности на поставки рыбопродукции на следующий год, это в частности компания Перси и Далоса, да, как бы провели конструктивные переговоры. Про других пока сказать не могу, мы ожидаем какой-то обратной реакции, но в любом случае выставка состоялась, выставка прошла великолепно, мы везде подсвечены, наш регион, опять же, везде подсвечен. Вот мне как раз было с самого начала любопытно понять для себя, это все-таки больше, участие в подобных выставках, это больше имиджевый момент, ну, то есть показать себя, показать товар, показать компанию, показать уровень и качество работ, чтобы, как вы, интересный термин, я его точно запомнил, буду использовать, подсветились, да, на такой бизнес-карте, или все-таки есть такой хороший, как принято говорит, фидбэк, есть результативность уже о заключении каких-то договоров, контрактов, сотрудничестве. Я сейчас объясню, почему, задаю такой вопрос, потому что форумы разного типа, как для бизнесменов, предпринимателей, так и условно для творческих людей, они, их можно поделить так, в голове на две половинки. Некоторые форумы только для того, чтобы показать, что здравствуйте, я на плаву, я здесь существую, вторые форумы создаются и проводятся для того, чтобы конкретно уже предметно заводить новые связи, новые знакомства. Здесь, получается, получилось и то, и другое совместить себя на этих выставках? Ну, смотрите, выставки специализированные, да, и, соответственно, компании, которые туда приезжают, они понимают, что они приезжают не просто показать себя, а уже как бы проработать какие-то наработанные контакты, наработанные связи, и где-то еще раз возобновить сотрудничество. У нас в Брюсселе было то же самое, да, есть крупнейшая такая компания, которая работает на рынке европейском, североамериканском, Сирена, да, как бы она от одного игрока к другому нашему, да, приходит, и у них объем сумасшедший потребление, они там порядка тысяч тонн только креветки одной закупают, поэтому не все рыбопромышленники могут обеспечить одним контрактом этот объем, и вот есть возможность коллективно заключать эти договора. Если говорить конкретно на выставке, это некий альтернативный канал продаж на выставку, безусловно, если вы говорите о развитии, мы говорим о развитии, ехать нужно, нужно себя показывать, нужно показывать товар лицом, нужно говорить о том, что вы существуете, да, потому что в противном случае, понятно, интернет где-то есть, где-то нет, а продукцию нужно продавать, да, как бы, то есть... Некоторого покупателя нужно видеть все-таки... И плюс на выставке можно увидеть и потенциально конкурентную свою продукцию, посмотреть что-то, да, это некий бенчмаркетинг такой, да, то есть понять о том, какие тенденции есть, это тоже очень важный момент, потому что рынок, если мы говорим, опять же, про рыбу, там, либо про туризм, либо про иные, то есть рынок азиатский от рынка европейского, он кардинально отличается, еще раз приведу пример, да, европейцы, вот если мы говорим про рыбу, нацеленную на филе и переработанную продукцию, азиатские страны нацелены на сырье, да. Готовы делать это сами. Да. Уже не раз сегодня было упомянуто, и мне понравилась ваша формулировка о том, что, скажем так, позиция наших рыбопромышленников на мировом рынке, она очень хороша, что мурманская рыба, там, рыба нашей области, это своего рода бренд. Если честно, я этого не знал. И, ну, как не знал, конечно же, север, наш, наш северный край, мурманск, он всегда этим славился. У нас замечательные военные гарнизоны, у нас чудесные рыбаки, а еще там мы строим дома, ну, я имею в виду, как это все было в 80-е и 70-е годы, правда, что-то из этого начало в свое время сбавлять изрядно оборотов. То есть на момент времени 2019 года мурманская рыба – это снова определенный деликатес, за которым есть желание поохотиться у многих предпринимателей. Ну, вы, наверное, понимаете, да. Вот, например, даже так я вам скажу, что, судя по ценам на прилавку, мы понимаем, что это, ну, это не совсем масс-сегмент, да, то есть мурманская рыба – это премиум, да, ее довольно сложно добывать, как бы, то есть довольно сложно в плане того, что квота ограничена, и, соответственно, бизнес диктует высокую цену, и, как правило, вся мурманская рыба уходит на экспорт. И поэтому о мурманской рыбе знает весь мир. Другое дело, там, дальневосточники, у них совсем другой подход, да, у них немножко иная рыба, когда они борются за рынок и внутри страны, и также вот пытаются как-то делить с нами рынок мировой, да. Но рыбы, на самом деле, на всех не хватает, и тут уже такое, да, как бы, то есть уже попадаем в зависимость, вернее, иностранные наши коллеги попадают в зависимость, то есть кто из них впервые успеет договориться, и тут мы в хорошем, то есть мы в авангарде, да, получается, то есть рыбной индустрии мировой. Ну, бренд наш известен везде. Ну что ж, это, сказать, что приятно это слышать, это мало будет сказано, хотя, наверное, все-таки немножко щемит и жаль, что большая часть рыбного интереса в нашей области это все-таки экспорт. Нет, это чудесно, особенно если мы говорим о формате центра поддержки экспорта в мурманской области, но хотелось бы, ну, это уже, конечно, демагогия, о том, чтобы мы видели цены чуть поскромнее на прилавках. Но если ее так трудно добывать, тогда нет никаких дополнительных вопросов, объяснений, почему ее так желают узреть и увидеть. Не так много времени у нас остается с вами до завершения, хотелось бы успеть еще немножечко пробежаться. Может быть, пару слов о московской выставке World Food, наш регион тоже там был представлен. Выставка, она не специализирована там, в целом продукты питания со всех регионов Российской Федерации были представлены не только рыба, там не только... Мы, на самом деле, ездили туда и с рыбой, наши коллеги из Центра Кластерного Развития ездили туда с дикорастущей продукцией и производными, да, они представляли там варенье, соусы, все, что с этим связано. Туда приезжает большое количество участников со стран Ближнего Востока, да, приезжают туда и с Южной Америки, там представляют свою продукцию. Мы, опять же, там заявлялись непосредственно рыбопродукцией, прекрасно выступили, потому что мы не только рыбу, добываемую в море привезли, но и привезли наших окультурщиков, компания, которая выращивает рыбу у нас на Кольском полуострове, сумасшедший успех имела, по крайней мере, в качестве того, что мы показали, да, люди интересовались, люди смотрели, фотографировали, пробовали, договаривались. Надеюсь, что у компании получится выстроить долгосрочные интересы и взаимоотношения со своими партнерами. Если, позвольте, вот в плане Москвы еще добавлю, мы туда возили не только рыбу, но возили и наши биологически активные добавки. Наш традиционный рыбий жир, компания Polaris с нами ездила, тоже сумасшедший успех, они раздали всю свою промо-продукцию, насколько я знаю, люди подходили и прямо на стенде пробовали, спрашивали, насколько это полезно, и, как бы, вы знаете, я настолько был удивлен, что россиянам не все равно, да, как бы, то есть, на свое здоровье, и что вот все-таки вот это, ну, плохое слово пропаганда, но, по крайней мере, работа федеральных средств массовой информации о повышении качества жизни, да, об улучшении здоровья, она работает, люди интересуются, ну, а наши добавки лучшие в мире. Знаете, я соглашусь с тем, что мне саму не нравится в таком контексте слово пропаганда или еще более усредненная, там, модная тенденция, но это действительно работает, и в данном случае все-таки это хорошо. А о том, что наши добавки в этом плане лучшие в мире, вот тут, как видите, я не задаю никаких дополнительных вопросов, это, наверное, известно абсолютно всем. Буквально минуточка остается до завершения эфира, расскажите, пожалуйста, если есть еще возможность, хотя не так много осталось до завершения 2019 года, подать куда-то заявки, обратиться к вам, будет ли еще что-то проходить в ближайшее время подобное? Николай, смотрите, какая ситуация, мы сейчас формируем пул выставок, в которых мы хотели бы поучаствовать в следующем году, да, у нас уже есть опыт, есть понимание, но в то же время мы открыты к диалогу, если бизнес приходит и говорит, что вот эта выставка будет интересна, здесь мы готовы рассмотреть возможность участия, да, которые не включены пока что в перечень тех выставок, которые есть. Более того, у нас 10 декабря пройдет мастер-класс в Мурманске, на который мы привозим Николая Карасева. Это крутой спикер российский, который рассказывает об эффективности участия в выставке, да, непосредственно о том, чтобы конверсия была высокая, о том, как представить себя на выставке, как вести переговоры. Приглашаю все, весь бизнес, да, и мурманчан посетить этот мастер-класс, абсолютно бесплатный он проходит, да. А скажите, он пройдет у вас в центре? Он проходит на площадке, арендованной центром, скорее всего, это будет гостиничный комплекс «Меридиан». Ну, мы пока рассматриваем эту площадку. Ну, не важно где, важно, что это будет в Мурманске, важно, что это будет крутой спикер, он уже приезжал в прошлом году, есть фидбэк, да, как бы, то есть наши коллеги привозили только положительные отзывы, мы буквально скоро начнем это анонсировать в средствах массовой информации через свои каналы в соцсетях, поэтому приглашаю поучаствовать. А самое главное, выставка дает сумасшедший старт рост бизнеса, это я вас уверяю. Тогда будем следить за событиями, видимо, увидимся и услышимся с вами уже 10 декабря там на местах. Дорогие друзья, напомню, у нас в гостях сегодня был генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Плисов Сергей Константинович. Меня зовут Николай Дукмус, и на этом «Открытая студия» завершает свое обещание. Всем хорошего дня. Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова